Продолжение следует... Если новее он будет, тем у вас меньше шансов подцепить через него какую-то заразу. Браузеры обновляются часто, в среднем раз в месяц. Новые версии содержат меньше слабых мест и уязвимостей, а значит ограничивают возможности киберпреступников. Одной неуязвимости недостаточно. Сегодня в интернете не обойтись без дополнительных средств защиты и в первую очередь защиты от зараженных сайтов. Современные браузеры умеют отличать опасные страницы от безопасных. Яндекс.Браузер, например, сверяет их по базе поиска Яндекса. Поисковый робот постоянно обходит страницы в интернете и с помощью особых алгоритмов выявляет среди них подозрительные и вносит их в свой черный список. Если пользователь Яндекс.Браузера попробует зайти на одну из таких страниц, сразу увидит предупреждение. Не стоит игнорировать сообщения об угрозе. Даже если вы заходили на сайт тысячу раз и точно знаете, что он безопасен. Известный сайт тоже может оказаться взломанным. Лучше переждать пару часов, пока его вылечат, и уже потом попытаться зайти снова. Еще браузеру не помешает встроенный антивирус. На случай, если вы решите загрузить вредоносный файл. Браузер, вооруженный антивирусом, сумеет вовремя вас остановить и поможет избежать неприятностей. Если же вы не доверяете своему браузеру на 100%, тогда смотрите на предупреждение поисковиков. Они постоянно обновляют свои списки опасных сайтов и сообщают о подозрительных ссылках прямо в результатах поиска. Но как бы технологии не старались оградить нас от вредителей, многое в конечном итоге зависит от того, насколько мы сами внимательны и аккуратны. И об этом будет следующий рассказ.